Итак, привет, народ! Сегодня я хочу рассказать про вот такие сетки. Это шедевр Икеи. Их продают для складывания разных товаров. Фанг-ГСТ. В общем, для складывания разных вещей из ячеек состоит. Но они какие-то очень детские, поэтому отданы ребенку. Но если сетка от пола до потолка, почти что, как ребенок может им пользоваться? Чтобы решить эту проблему, я приделал вот такую штуку. Сверху здесь есть такая петля. Дальше идет веревочка, а дальше идет вот такая конструкция. Конструкция состоит вот этот штырь. Это анкер с резьбой 10 миллиметров на длину 300 миллиметров, то есть 30 сантиметров. В стену он заглублен примерно на 10 сантиметров. Гильза, которая закрывает болт. Здесь болт начинается, уходит внутрь вот эта гильза, трубка такая. Она на 15 сантиметрах распилена на две части. И между двумя частями гильзы зажат вот этот вот ролик, блочок для веревок, а второй зажат между гайкой. Даже руками все откручивается. Просто прижат гайкой. Что получилось? Анкерный болт такой продается в комплекте. Вот такие ролики продаются там же в магазинах крепежа или стройтоваров. Получилась конструкция, на которой держится сетка. И через два блока веревочка опускается на третью железячку, которая тоже продается в магазинах крепежа. Вот этот пропил в ней сделан уже мною. И это единственная металлообработка, а это вторая металлообработка. Первая была, когда я распиливал гильзу и выпилил вот этот вот пропил в уголке. Как эта вся система работает? Кто-то наверное уже все понял, но покажу в действии. Веревочка снимается с зацепа и опускается. При этом нужная ячейка опускается до нужного уровня. То есть самая высокая становится на уровне ребенка. Все остальное складывается на пол. Здесь специально сложные такие вещи, которым это не помешает. И соответственно, если потянуть за веревку, то вся конструкция вытягивается наверх. И на зацепе все это цепляется. Вот таким образом. Тут есть запас веревки. И ребенок все это самостоятельно может делать. Еще раз повторюсь, все детали для этого дела продаются в магазинах. Пилить нужно только в двух местах. Распилить анкер, распилить гильзу анкера и сделать пропил вот в этом уголке. И соответственно, присверлить все это к стене. Делается быстро. Веревочка тут использована 3 миллиметра. Она, в общем-то, как-то слишком натянута. В следующий раз я бы использовал миллиметров 5 в толщину. Хотел покрасить вот эти в белый цвет, чтобы они терялись на фоне потолка. Но как-то никто не замечает, что там такое. Выглядит почти как заводская. На этом все. Это был канал Хандимата. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.